С начала года в стране работает новый налоговый кодекс. Какие значимые изменения он привнес в жизнь белорусов? Если сказать о физических лицах, то основные изменения произошли по предоставлению физическим лицам право предоставлять свои налоговые декларации по подоходному налогу, уведомления по заявительному принципу, получение административных процедур в любом налоговом органе. То есть экстерриториальный принцип. Сегодня не надо обращаться в налоговую инспекцию по месту своей регистрации. Также по физическим лицам были продлены сроки представления налоговой декларации по подоходному налогу с 1 марта до 31 марта и уплаты налога с 15 мая до 1 июня. Это вот основные такие. Конечно, происходили изменения в отношении других субъектов хозяйства. Все это дополнительные шаги государства в деле совершенствования системы исчисления и взимания налогов? Совершенно правильно. И вот если мы только что коснулись физических лиц, то для индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц основное это ясность, доступность налогового законодательства и, конечно же, это снижение налоговой нагрузки на бизнес. Вот по юридическим лицам это уход от десятикратных увеличения ставок имущественных платежей налога на недвижимость на землю по неэффективно использованному имуществу. Оно ушло, как я говорю, уже в историю. Это уход от десятикратного увеличения ставок налога на землю по самовольно занятым земельным участкам, неэффективно использованным земельным участкам, своевременно невозвращенным земельным участкам. Конечно, это уход от двукратной величины налога на недвижимость по несовременно завершенному строительству. И, конечно же, это уменьшение ставок имущественных платежей с 2020 года с коэффициента 2,5 до коэффициента 2. Доступность налогового законодательства, да и самой налоговой службы, все ли в этом плане удается здесь на Гомельщине? Какие задачи ставятся перед своей командой? Налоговая служба – это служба, открытая для взаимодействия. В принципе, вот те серьезные изменения, которые в последнее время произошли в работе налоговых инспекций по созданию методов налогового администрирования, по налоговому контролю, по развитию электронного взаимодействия с платежниками, по снижению уровня вмешательства в ведение бизнеса и по усовершенствованию форм обслуживания – это все дало положительный эффект, скажем так, для увеличения добровольности платежей в бюджет. Налоговая система становится клиентоориентированной системой. И, как пример, с 1 июня 2016 года была внедрена в нашей стране в налоговой инспекциях такая информационная система, как учет счетов фактур, что позволило прежде всего самим налогоплательщикам проводить свой внутренний контроль за правильностью исчисления платежей в бюджет. Ну и, конечно же, налоговым органам позволило контролировать, насколько правильно исчисляют налоговые платежи без выхода на проверку, то есть в удаленном доступе. И если налоговый инспектор видит, что где-то что-то не складывается, видит какие-то ошибки, допущенные платежникам, ему направляются уведомления. Не начинается никакая проверка. И вот как результат, более 2000 уведомлений уже в этом 2019 году направлено плательщикам. Более 1900 уведомлений получены положительные ответы. Налогоплательщиками уточнены свои налоговые обязательства. И это больше, чем 13 миллионов поступлений платежей в бюджет. И что здесь самое главное хочу отметить, это позволило налоговой инспекции не проводить проверку и позволило избежать 40-процентной административной ответственности от предъявленных сумм платежей в бюджет. А 13 миллионов 40% это те денежные средства, которые остались в распоряжении предприятий. Сегодня же, конечно, хочу обратить внимание на создание комфортных условий для любого плательщика, будь то это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Это центры обслуживания плательщиков. У нас их на Гомещине три. Это Жлобин, это Мозырь, это налоговая инспекция по железнодорожному району города Гомеля. Созданы все условия для того, чтобы плательщик мог прийти и в комфортных условиях выполнить свое налогообязательство. Представить декларацию, получить какую-то дополнительную консультацию, информацию. И это все сделано для того, чтобы мы могли в большей степени пополнять государственный бюджет. Владимир Васильевич, а как чувствуете, все ли сегодня до конца понимают, на что идут эти самые налоговые отчисления? Я думаю, что любой налогоплательщик, любой гражданин Республики Беларусь на себе ощущает действительно направленность бюджетных расходов. Это и социальная сфера, это, конечно же, и инвестиционный климат. Если мы даже будем вкладывать сегодня в здравоохранение, мы с вами четко должны понимать, что лечится человек или получает услугу человек, который потом будет стоять за станком, который потом будет производить национальный продукт. Что по-вашему по-прежнему является болевыми точками отрасли? Это 11,7 миллионов рублей за должность по платежам бюджет. На 1 июня она сложилась от 1244 платежщиков. Здесь небольшое количество индивидуальных предпринимателей, немножко больше юридических лиц, физические лица. Вот четкое исполнение, своевременное, в полном объеме исполнение налоговых обязательств, вот, наверное, было бы правильно назвать вот это болевой точкой. Но эта проблема решаема, это проблема... Проблема, с которой мы работаем, и не только мы работаем с этой проблемой, с этой работой, проблема работает и сам налогоплательщик. Потому что он заинтересован иметь право свободно распоряжаться своими денежными средствами. Если возникает задолженность, налоговый орган в определенном порядке, или через 10 рабочих дней, или через 5 рабочих дней, приснавит операции по счетам. Поэтому здесь прямая заинтересованность, как и граждан, чтобы не подали на взыскание в органы принудительного исполнения наказания, так и юридических лиц предпринимателей, уплатить платежи в полном объеме своевременно. За вами большая команда. Что пожелаете в профессиональный праздник своим коллегам? Ну, в канун своего профессионального праздника все-таки хочется еще раз подчеркнуть важность государственного бюджета и вот здесь отметить тех людей, которые в своей деятельности направлены на исполнение своих налоговых обязательств. Прежде всего, это налогоплательщики, ну и, конечно же, коли профессиональный праздник, это на работников налоговых органов. За 29-летний период существования налоговой службы в независимом государстве Республики Беларусь труд наших налоговых инспекторов Гомельщины семь раз был отмечен государственной наградой эта медаль за трудовые заслуги. Три должностных лица уже находятся на заслуженном отдыхе. 44 сотрудника были отмечены высшей наградой нашей налоговой системы. Это нагрудным знаком выдатник податковой службы. В профессиональный праздник, конечно же, хочу пожелать всем дальнейших успехов профессиональной деятельности в личной жизни. Конечно же, крепкого здоровья, неустанных творческих поисков, не останавливаться, развиваться дальше. Пусть наша профессиональная деятельность приносит чувство полной самореализации, внутренней гармонии и комфорта. С праздником, дорогие коллеги! С праздником, Владимир Васильевич! Успехов в делах и до встречи в эфире! Спасибо за интервью! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!